В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день декабря с погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-5, а днем 4-9 выше нуля. А в горах до плюс 14. В Черкесске без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 0-2, а днем 7-9 градусов тепла. 17 декабря. Ярослав Забашный. В Кисловодском цирке. Спешите! Проблема, о которой мы расскажем в репортаже, не нова. Жители Черкеска неоднократно обращались в средства массовой информации и региональный Ространснадзор с просьбой обратить внимание на плохую работу общественного транспорта. В первую очередь это касалось перевозки пассажиров к медсанчасти и онкологическому диспансеру. В проблеме разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Мы находимся в северной части Черкеска, где располагается филиал городской поликлиники и республиканский онкологический диспансер. А это ближайшая остановка общественного транспорта. Ее, правда, толком не видно, как нет и малейших удобств для ожидающих автобус-постителей и персонала медучреждений. Поначалу даже трудно понять, где именно останавливается общественный транспорт. Нет соответствующего дорожного знака. О том, что где-то здесь есть вероятность сесть в автобус, сообщает лишь это расписание. Правда, оно совершенно не совпадает с реальным прибытием официальных перевозчиков. На что обратили внимание представители Ространснадзора. Они на протяжении нескольких дней проверяли достоверность обращения от населения, мониторили обстановку около медсанчасти и онкологического диспансера. Было установлено, что из 13 графиков обслуживаются 7, 8, 9, в какой день 10. В основном не выпускают автобусы пассажирское предприятие номер один. Вчера мы здесь находились, подходили жители и жаловались на то, что здесь нет остановочного пункта, павильона, крытого. Да, ну никакого. Здесь даже нет знака, что остановочный пункт маршрутного транспортного средства. Подтвердили сказанное и многочисленные посетители и работники медучреждений. Кому как не им знать о трудностях, которые испытывают пассажиры общественного транспорта в этой части региональной столицы. Здесь толком нет общественного транспорта. Как добираться отсюда? Ой, сегодня я добиралась ужасно, сразу вам скажу. Во-первых, я долго ждала этот парковый химзавод. Людей было очень много. Выходили, заходили толпами, ругались все. Потом он сразу объявил, что он едет сюда, вот до онкологии, и на кругу. И от круга вся эта толпа пошла. Транспорт нужен, потому что пожилые люди. И остановок нет, как таковых. Остановок нет, я заметила. Здесь табличка есть, а так ни навеса нет, ни лавочек. Вот медицинские работники вот этого РГБУ с ЧГП стоим, мерзли. Нет возможности ни сесть, ни встать, вот где-то под навес. Здесь, возможно, ветер, вот как сейчас, дождь. Эти кадры сняты в 2019-м. А годом ранее здесь была установлена табличка с расписанием. Собственно, с тех пор она так и осталась единственным напоминанием о том, что вблизи медицинских учреждений есть территория для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. Как объяснили в мэрии Черкеска, есть некоторые проблемы с размещением оборудованной остановки. Однако клиентам-перевозчиков от этого не легче. Они надеются, что обращение в Ространснадзор и редакцию «Вестей» все же сдвинут решение вопроса с мертвой точки. Артур Мухцелий Бастанов, Ислан Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. В 14.30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok